В нашей киноиндустрии много актеров-однофамильцев. Егоровы, не исключение, это широко распространенная фамилия в нашей стране, образованная от мужского имени Егор. Всего киноактеров, Егоровых 18 человек. Одни успешно и востребованы, другие снимаются лишь в эпизодах. Есть и молодые актеры, которые еще не успели ярко о себе заявить. Поэтому в подборке всего четыре человека с этой фамилией, которые хорошо знакомы широкой аудитории зрителей. Анатолий Егоров в советском кино, актер был довольно популярным, зрители старшего поколения его помнят. Родился 12 октября 1945 года, в Ленинграде. НППП в 1967 году НППП, окончил гитмик факультет драматического искусства, его педагогом был Г.А. Товстоногов. Сотрудничал с многими театрами, БДТ, Балтийский дом, театром Сатиры и другие. Дебютом в кино была роль НППП, приятеля главного героя в фильме Ильи Авербаха «НПППП». Личная жизнь Кузяева Валентина. В 1967 году первую главную роль сыграл в 1971 году, в фильме «Драма из старинной жизни». Он играл в фильмах «Ольга Сергеевна», «Ларец Марии Медичи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Михайло Ломоносов» и другие. НППП после десятилетнего перерыва в 90-х ге, в новом веке ему доставались небольшие эпизодические роли. В 2012 году Анатолий Иванович стал преподавателем актерского мастерства во ВГИКе. Фильмография актера составляет 41 работу. Геннадий Егоров – актер второстепенных и эпизодических ролей. Информация об актере очень скудная. Родился в 1964 году. В 1990 году окончил Воронежскую академию искусств, актерский факультет. После получения диплома, работал в Севастопольском театре «Им» Луначарского. В кино начал сниматься с 2001 года, в различных рейтинговых сериалах, в эпизодических ролях «Марш турецкого», «Ундина», «Глухарь», «Осиное гнездо», «Двойная ложь», «Черная лестница» и другие. Всего у актера 88 киноработ. Виталий Егоров – известный и востребованный актер. Заслуженный артист РФ. Родился 20 декабря 1968 года. В Ге, Корсун-Шевченковский, Украина. Окончил музыкальную школу по классу баяна. В 15 лет поступил в Днепропетровское театральное училище, на кукольное отделение. После получения диплома работал в Одесском музыкально-драматическом театре. А после службы в армии поступил в школу-студию «МХАТ», на курс Олега Табакова. В театре-студии «Энтнпепеп», «Табакерка», работает 28 лет. И считает себя в большей степени театральным актером. В театральных кругах, Виталий имеет большой авторитет среди коллег, его ценят за полную самоотдачу в работе и высокий профессионализм. В московской театральной школе Олега Табакова преподает актерское мастерство. Первый раз на экранах актер появился в двух фильмах-спектаклях в 1997 году, а в 2002 снялся в эпизоде «Энтнпепеп», «Антикиллер». Громкая слава к Виталию пришла в 2005 году, когда вышел сериал «Не родись красивой», где он сыграл модельера Милка. Актер сыграл 63 кинороли, многие из них главные, «Кружева», «Дыши со мной», «Господа товарища», «Кухня», «Все сезоны» и другие. В производстве два сериала с участием Виталия, Фаина, и «Энтнпепеп», «Би Хэппи 2». Андрей Егоров – известный и популярный актер, заслуженный артист РФ. Родился 15 апреля 1970 года, в городе Михайловка, Волгоградская область в 1993 году окончил Воронежский государственный институт культуры. После получения диплома, был приглашен Леонидом Хейфицем в Московский театр Российской армии. Играл главные и ключевые роли на сцене этого театра 28 лет. Кинокарьеру в кино начал с двух эпизодических ролей в «Энтнпепеп». 1995 год, а уже в 1997 году сыграл свою первую главную роль в военной драме «Энтнпепеп», «Время танцора», за эту роль был награжден премией «Золотой овен». После главной роли в сериале «Эшелон», в 2005 году, актер стал играть преимущественно главные роли. Зрители хорошо его знают по сериалам «Варенька», «Смерш», «Небо в огне», «Поздняя любовь» и другие. Всего у актера 65 киноработ. Последняя роль была в трех сезонах сериала «Улики из прошлого». Андрея Егорова не стало 21 июня этого года, в связи с острой сердечной недостаточностью. Продолжение следует...